Всем привет! За листовым металлом для изготовления мангала мечты мы с моим другом Лёхой отправились, конечно же, на металлоприёмку, где нам очень повезло и мы прикупили даже несколько новых листов. Сегодняшними ценами на металл приёмка сильно выручает, хотя и здесь стоимость также выросла. У бывшего в употреблении металла есть как минимум один недостаток. Он почти всегда покрыт рыхлой ржавчиной или краской. От него лучше всего избавиться сразу, так как на готовом изделии это будет сделать намного сложнее. Да и как я уже не раз говорил, с чистым металлом работать намного приятнее. Пока Лёха занимается очисткой, я организую рабочее место для нарезки металла. Мой складной универсальный стол выручает уже не в первый раз. Если кто не знает, в него ещё устанавливается ручной фрезер по дереву. Ну а ссылку на это видео по изготовлению найдёте в подсказке в углу экрана. Первый кусок очищен и можно заниматься нарезкой бортов чаши. Металл для тех целей выбрали 5 мм. Сварочные прихватки удалим при помощи фибрового диска. Для чего нанесли эту надпись сварочным аппаратом, мне неизвестно. Но это искусство нам также не нужно. Удаляем. Вот так всегда. Только соберёшься поработать на улице, как начинается дождь. Благо тучка не очень большая, поэтому несмотря ни на что работаем. Размеры мангальной чаши будут 400 на 600 мм. Не знаю делать ли отверстия по бокам, жду в комментариях ваши советы. И да, Лёху в рабство я не брал. У него в этом проекте есть свой интерес. А какой узнаете чуть позже. Зачастую металл со вторички имеет неровные края и обрезков получается много. В итоге весь листовой металл для чаши нарезан и можно переходить к печи под казан. Её изготовим из этого кусочка. Толщина у него всего 2,5 мм. Но в свою защиту хочу сказать, что печь будет на каркасе. И использоваться она будет не так часто. Надеюсь, её в итоге не поведёт от температуры. Как оказалось, советскую краску не так легко смыть, как хотелось бы. Поэтому пришлось нарезать лист в нужные нам размеры, а затем, вооружившись коралловым диском, очистить всё механическим способом. Можно переходить к нарезке в верхней части рамы для мангала мечты. Профильную трубу будем запиливать под 45 градусов на ленточке. Так получается точнее и быстрее. Вообще, размеры рамы будут 2000 на 600 и высотой 850 мм. Свариваться будем на самодельном сварочном столе. Ни разу не пожалел времени и средств на его изготовление. Весьма удобная штука. Ссылочка на это видео также в углу экрана. Ещё нужно будет сделать к нему кучу оснастки, но пока на это не хватает времени. Чтобы рама имела презентабельный вид, зачистим сварочные швы. И опять меня выручает диск от компании 3M. Если не забуду, ссылочку положу в описании под видео. Немного финишной обработки и получаем вот такую красоту. Из обрезка металла для изготовления чаши сделаем ножки. Обыкновенные пятаки, которые приварим к краю профильной трубы. Нарезаем одинаковые кусочки, свариваем их в пакет и обрабатываем на гринделе. Остальные части каркаса не требуют такой точности и мы воспользуемся монтажной пилой по металлу и самодельным раздвижным столом. Продолжаем нашу сборку. Каждую деталь стараемся подогнать в точный размер. Как говорится, надо стараться сделать все хорошо, плохо оно само получится. Далее печь под казан. Как я уже говорил, она будет сделана на каркасе. Собственно, его детали и нарезаем на ленточки. Размеры печи будут 400 на 400 и высотой 600 миллиметров. Еще одно преимущество сварочного стола. Выставил заготовки как нужно, закрепил и спокойно обвариваешь. Наш каркас готов, но обшивать его листами пока рановато. Сначала сделаем колосники для золы. С колосниками сильно заморачиваться не стал, их сделаем по классике из арматуры. Добавим еще ребер жесткости и обвариваем. Теперь обшивка. Первая пара листов будет привариваться прямо к каркасу будущей печи. Ну а чтобы избежать зазоров, стягиваем при помощи струбцин. Также прихватим ребра жесткости к стенке изнутри. Последующие листы закрепим на сварные заклепки. Для этого делаем разметку, а мой помощник насверлит отверстие по кругу диаметром 8 миллиметров. Ну а дальше самая рутинная работа. Проварка всех углов. И спустя буквально часа полтора со всеми перекурами можно наводить марафет. Готово. Примеряем верхнюю крышку. Она будет выполнена из металла 5 миллиметров. Сегментные кольца заводского изготовления. Чугунные. Для них нужно в верхней стенке сделать отверстие. Именно этот кадр я показывал в видео про изготовление циркуля для плазмореза. Кстати, многие из вас в комментариях под тем видео угадали, для чего мне понадобилась эта крышка. Отверстие готово и можно обварить эту деталь на свое место. Ну а дальше займемся сборкой мангальной чаши. Монтировать его будем прямо на печь. Как обычно собираем все на прихватке, а затем обвариваем сплошным швом. На соединении с печью шлифовальным диском сделаем фаски для сварочного шва. А после опять наведем марафет. Осталось сделать дверки для топки печи и зольника. Заводские решения стоят немало и мне не хотелось тратить лишние 4000 рублей на их приобретение. Изготовим их сами. Для этого в магазине холодной ковки прикупил 20 полосу с греческим орнаментом. Нарезаем ее в размер под 45 градусов. Отлично. Далее на гриндере снимаем фаски для сварочного шва. И можно сваривать. Для ручек будем использовать пики. Их покупал в том же магазине. От них нужно будет просто отрезать верхнюю часть болгаркой. И в итоге вот такая пара получилась. Ну и куда же без токарки. Эти операции можно сделать не прибегая к услугам токаря. Но у меня есть станок и грех им не воспользоваться. Для начала изготовим втулку. Ее впоследствии будем приваривать к дверке. Еще одну заготовку протачиваем в диаметр основания будущей ручки и свариваем их. Ну а дальше выровняем все огрехи сварки. Вот такая пара у нас получилась. За кадром, чтобы не затягивать видео, изготовлю еще одну. Рамки дверок устанавливаем на свое место и производим разметку. Ну а дальше точными движениями ушем выпиливаем отверстие. Рамки на металл смонтируем также на электрозаклепке. Такой способ я считаю самым лучшим. После зачистки следов от сварки практически не остается. На этом этапе можно смонтировать ручку на свое место. Делаем пилотное отверстие, а затем рассверливаем в нужный нам диаметр. Осталось навесить дверки и сделать замки. Конструкция замков самая простая. Для этого из полосы толщиной 5 мм гнем нехитрую деталь, которую впоследствии приварим на ручку. Вот так все это будет выглядеть. И тест показал, что все идеально. За это время мы изготовили две одинаковые печи. И в этом состоял интерес Лехи. В скором времени выйдет вторая часть по постройке, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии по доработке мангала и делитесь этим видео в любой соцсети. Это здорово помогает в развитии канала. С вами был как всегда я Михаил, пока-пока.